Ча-ча-ча, румба, самба, джаев. На один день тренировочный центр «Восток» стал танцевальной площадкой. Более 300 участников съехали с разных уголков острова на турнир «Жемчужный променад-2023». Их возраст от 5 до 80 лет. Сахалинцы продемонстрировали свои навыки в европейской и латиноамериканской программах, а также в «Микс-двоеборе». Подробности в следующем сюжете. Первыми выступают самые младшие участники. Мария Ким всего 5 лет. Танцами занимается около полугода. За это время девочка уже выучила базовые движения и наравне со всеми лихо оттачивает танец на паркете. Мне нигде не трудно, потому что я все делаю и слушаю тренера. Я хочу кубок, три медали и очень-очень много грамоты. Это такой подвижный танцемальный вид спорта. Мы захотели это показать, но я не только танцую, помню. Я выбрала танцы, потому что мне они нравятся. Я начинала танцевать где-то в три годика, и я пошла по стопам. Среди видов танцев фикс-степ, диско, вальс, полька, самбо, джайв. Поочередно судьям показывают свое мастерство представители разных поколений. Галина Трубека выступает в самой возрастной категории – сеньоры. У нас очень прекрасный коллектив. У нас старшее поколение, где-то от 50 до 85. Поэтому с удовольствием мы друг другу помогаем. У нас прекрасная великолепная дружба, у нас прекрасный коллектив. Это настолько прекрасные психологические моменты, воспитательные моменты. Здесь все присутствует. Несмотря на солидный опыт, самые старшие участники турнира заметно волнуются. А самых юных танцоров приехали поддержать родители и наставники. Сегодня мы принимаем участие на турнире по спортивным байдинг-танцам. Привез детей от 5 лет до 12. Сегодня дети танцуют, будут соревноваться по танцам. В европейские программы, в американские программы – это чичича, самба, джайв, медленный вальс, венский вальс, квикстеп, малыши, польку и диско будут танцевать. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям. Это музыкальность, ритм и техника движения, а также подача и уверенность на паркете. Это уже 13-й турнир, который проводят в островном регионе. Мы стараемся в году проводить несколько соревнований региональных, для того, чтобы ребята могли себя уверенно чувствовать на площадке, попробовали себя, потренировались. Они не являются отборочными, но для того, чтобы ребята могли себя попробовать. А чемпионат будет, скорее всего, в январе. В финале турнира победители и призеры получили заслуженные медали и долгожданные кубки. Кроме этого, всем участникам вручили грамоты. Еще одним бонусом стал заряд хорошего настроения.